Привет! Это подкаст «Серая луна», я его автор Лени Лоренц. Сегодня внезапный подкаст, просто вот буквально вечером мне захотелось обсудить с вами тему, которую я поднимала уже в своем паблике ВКонтакте. Мне она показалась интересной, и подкаст, скорее всего, будет не очень длинный, поэтому усаживайтесь поудобнее. Давайте поговорим сегодня о современной молодежи, о поколении зумеров. И в моем поколении это примерно люди, рожденные в 80-х, в 90-х, где-нибудь даже, наверное, ближе к 2000-м, тоже пойдет сюда же. Знаете что, я подумала, что можно относиться к современной молодежи вообще как угодно, но есть одна достаточно популярная, как я заметила, черта у современной молодежи, которая мне все-таки больше нравится, чем не нравится. И я бы очень хотела с большим удовольствием развивать ее в себе, но это кажется мне достаточно сложным, не знаю ввиду чего. Смотрите, молодые люди сейчас в своем большинстве, я ни в коем случае не обобщаю, исключения всегда есть, но вот это то, что я замечала. Они не боятся заявлять о себе. Вот вообще, мне кажется, вот это какое-то стеснение, какая-то скромность тургеневская в них как будто бы вообще отсутствует. Вы можете подумать, что я имею в виду некую наглость, может быть, что-то вроде какого-то бесстыдства, хвостовства, но нет, я имею в виду, наверное, именно заявлять о себе в публичном пространстве, просто в социуме, гордиться своими достижениями, пусть и совсем такими маленькими начинающими. Современная молодежь, она не боится показывать миру себя, демонстрировать свое творчество, результаты своих трудов, работы. Они делают это без страха и стеснения. Вот как оно есть, как оно получается, без прикрас. Это, мне кажется, очень интересным таким явлением. Знаете, нет вот этого напускного, вот пушкинского такого таланта, что ли. То есть, ну, давайте будем так, условно говорим, что, например, какой-нибудь молодой человек выкладывает там свои рисунки. И если мы сравним эти рисунки там с Шишкиным, с Айвазовским, ну, они, скажем так, ну, может быть, где-то в начале своем. То есть рядом поставить их не получится. Но молодой человек выкладывает, и ему это нравится, он творит по кайфу, получает от этого удовольствие, собирается развивать свои навыки в будущем. Они не боятся, что его осудят за то, что он недостаточно хорош, за то, что вот он, как он вообще посмел выкладывать вот свои труды на вот таком вот уровне. Да, критики они, конечно, получают тоже много, но это их не останавливает. И вы, мои дорогие друзья, можете спросить, а что здесь такого, почему ты так удивляешься? Я объясню. Возможно, думеры и миллениалы здесь совершенно ни при чем. Но лично я испытываю всегда сильный дискомфорт, когда мне необходимо как бы вот правильно вам это объяснить, похвастаться. Не понимаю. Вот вам говорили, что хвастаться — это плохо в детстве. или то, что скромность украшает, или что лучше вот помолчать, из умного тогда больше сойдешь. А вам говорили в детстве что-то вот в духе, а ты что, умная что ли? Надо быть не умной, а доброй, тогда и люди к тебе потянутся. Не знаю, говорили ли вам подобное в детстве, но мне вот говорили именно так. И это довольно-таки сильно на меня влияло, потому что представьте себе такую ситуацию. Я вообще в школьной своей паре любила учиться. Я, в принципе, достаточно много знала. Я не была прям круглой отличницей, хотя от меня, конечно, ожидали хороших оценок. Но у меня было такое качество, что я никогда не проявляла себя. Вот вообще не проявляла. Я буду сидеть на своем месте за партой и молчать, даже если вот задают вопрос, и я знаю на него ответ, и знаю даже гораздо больше, чем то, что пишут в учебниках. Но я никогда не подниму руку и не отвечу, потому что вот, ну не знаю, скромность украшает вот это вот сидело у меня в голове. И только если меня вот реально в лоб спросят, там, Света, вот ответь, пожалуйста, что вот было в таком-то году. И тут, да, Остапа понесло, прорвало просто, называется, дамбу. И я начинаю рассказывать, рассказывать, и учитель как бы оценивает это нормально, да. Иногда даже удивляется. Здесь был такой момент, что меня никогда в школе не оценивали по моим знаниям, потому что из-за меня же самой, из-за вот моих же ошибок, то, что я никогда их не проявляла, я боялась, мне казалось это каким-то хвастовством, мне казалось тем, что я как-то выпендриваюсь. А мне очень не хотелось прослыть выпендрёжницей или прослыть кем-то, кто, знаете, были у нас такие мои вот одноклассницы, кто очень любили подстилаться под учителей, там, знаете, говорить им хорошие вещи, подлизываться, льстить, смеяться таким напускным смехом над шутками преподавателей, несмешными совершенно шутками. И мне казалось, что если я буду вот, ну, типа в кавычках выпендриваться, я буду такая же, как и они. Ну, дурочка была, в принципе, это ведь совершенно не связанные на самом деле вещи, это совершенно разное. И я вот была уверена в том, что учителя, они какие-то ясновидящие, они обязательно поймут, они обязательно увидят, что я из себя что-то представляю, что я знаю, да. И мне даже мама также говорила, что не нужно высовываться. Вот ты знаешь, но люди обязательно это оценят и увидят это в тебе. Как они увидят? Они что? Нострадамусы, бабка Ванга, каким образом они это во мне увидят? Никто ничего не увидит, пока ты вот сидишь серой мышкой, молчишь, ничего не проявляешь, ничего не показываешь. Знаете, я помню, когда я работала на скалодроме, я еще не работала на скалодроме, на самом деле, я работала в соседнем помещении, я тогда была барменом еще. И я постоянно брала на работу свои ежедневнички, и я в них писала свои литературные произведения. И те, кто со мной работал, там мои коллеги, они когда увидели, что я вот что-то там пишу, они были так искренне удивлены, типа, Света, а ты что вообще, типа, что ты пишешь, тебе нравится вот это? И я такая, ну да, типа, вот это моя вообще страсть, это то, что я очень люблю делать. И помню, что я так удивлена, а как это вот они не поняли, как это они не узнали, что я вот такой вот, блин, писатель начинающий. Я даже в претензии им, как будто у себя в душе это поставила. Блин, ребята, а ведь правда, ну никто не обязан знать, никто не узнает о том, какой вы, возможно, талантливый, какой вы, возможно, горящий, пламенный душой человек в каком-то деле, если вы не начнете это каким-то образом демонстрировать. И у меня постоянно присутствовал фоновый страх, что все мои труды, они бесполезные, они такие серые, крохотные, маленькие, и, следовательно, никому вообще не интересны. И они будут интересны только тогда, когда я достигну своего личностного магнум-опуск, когда я взойду на вершину творческого литературного олимпа и буду распивать какой-нибудь напиток вместе со светлыми умами, творческий тусовок. То есть, когда я буду вот наравне, не знаю, с кем-нибудь крутым, с каким-нибудь там, да, около Достовьевским, Гоголем, Чеховым или еще кем-то. И мне казалось, вот пока я не достигну вот этого уровня, просто великолепного уровня, вот пока я его не достигну, ведь я даже в пятки ему не дышу, мне нужно просто сидеть и помалкивать. Вот это была моя позиция в моем детстве и в юности. И что я могу сказать, товарищи? Это очень неприятная, противная черта. Она душащая, она мерзкая и она сковывает самую суть творческого ремесла. Ведь потому что чего? А чего ты боишься? Чего ты стыдишься? Ты волнуешься и опасаешься мнения людей, что они тебя затопчут, физически что-то с тобой сделают, раскритикуют, обматерят, унизят? Ну, допустим, да? Ну и что? Планета от этого стала вращаться в другую сторону? Что-то от этого изменилось? Это каким-то образом повлияло на твое творчество? Твои герои стали вести себя по-другому? Да если бы все авторы создавали свои труды только в стол и никому бы их не показывали, авторы, художники, музыканты, то о чем мы бы сейчас с вами сейчас рассуждали? Чем бы мы восхищались? Чем бы мы вдохновлялись? Я считаю, что человек творит ровно столько, сколько есть в нем самом. И никак иначе. И никакая критика, какой бы она ни была, не поможет воплотить в жизнь какой-нибудь прекрасный, честный шедевр, который идет от самого сердца автора. Поэтому в заключение я хочу сказать такую вещь, что мы можем бояться, мы можем стыдиться, волноваться. Это нормально, это обычные человеческие эмоции, которые вызваны элементарными физиологическими процессами в нашем организме. Нормально испытывать страх, нормально испытывать стресс и бояться чего-то. Но это не повод прекращать творить. Это не повод останавливаться в своем творческом развитии и писать только в стол или вообще забрасывать свое любимое дело просто из-за какого-то страха, что у тебя не получится. Ну хорошо, ну и что, что не получится? Ну и что, что о тебе никто не узнает? Может быть, ты не станешь популярным, но хотя бы ты проведешь годы своей жизни и занимаешься любимым делом, которое приносит тебе удовольствие. Мне кажется, это дороже. Поэтому вот такой у меня был маленький, небольшой совсем вечерний подкастик, друзья. Надеюсь, что вам было интересно со мной немножко посидеть. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Напишите, знаете что, расскажите, если вы примерно вот из моего поколения или, может быть, старше, что вам нравится в современной молодежи, а что не нравится. Давайте поговорим. Я, может быть, какой-нибудь следующий подкаст вообще посвящу современному поколению, потому что у меня тоже есть такая мысль вообще, почему, например, молодежь никогда никому не нравится вообще испокон веков, чем она так нас всех раздражает, потому что мы сами тоже ведь были молодежью. Поэтому, если вам эта тема интересна, давайте поставить или пальчик вверх, или плюсик в комментариях. Я пойму, что надо работать, надо садиться и записывать подкасты. Всё, друзья, на этом я завершаю свою беседу. Также вас ненавязчиво призываю подписываться на мой телеграм-канал, на мой уютный паблик ВКонтакте, где я обитаю каждый день. И всё, на этом точно всё. Пока-пока. Привет. Это подкаст...